У меня тот момент, когда мы в гостинице тусуемся, и мне Игорь говорит, Андрюш, там вот журналист мой знакомый подошел, его не пускают на входе, можешь помочь? Я говорю, конечно нет. Я говорю, а как он выглядит? Он такой маленький армянчик. Я говорю, ну хорошо, армянчиков здесь много, но как-то сориентируйся. И я пошел к центральному входу, стоят все, там же КГБшники находятся, стояли охрана, это было режимное здание жемчужины гостиницы, это сейчас, пожалуйста. И вообще-то я такой подхожу и смотрю, отличается один армянчик, а других, ну одет поярче. Я такой, он такой, я так скажу, пропустить. Это был, это был господин Гаспарян, Артур Гаспарян, начинающий журналист Артур Гаспарян. Да, это тоже 89-й что ли год, и вот так вот я, и все, и пошла какая-то дружба, я прилетал в Гитис, когда учился на сессию, созванился с Игорем, он прилетал на гастроли в Любая Пятая, туда-сюда, туда-сюда, и когда была премьера моего уже спектакля в Сочинском театре МОД, в 94-м году приехал, я пригласил Матвей специально на премьеру, он прилетел ко мне в Сочи после спектакля, триумф, аплодисментов, цветов, он ко мне подошел, сказал, ну ты все в Сочи сделал? Я говорю, кажется, все уже, все, что я мог, я сделал. Он говорит, собирай банатки, поедь в Москву, но чем для этого надо придумать? На следующий день мы встретились на пляже, валялись на солнышке, вбили пиво и думали, что бы нам сделать такого в Москве, чтобы все обалдели. И придумали квинтет, три мальчика, две девочки. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Девочки в конечном итоге слились, очень так, вот как надо. То есть одну девочку я привез в Сочи, в Москву на прослушивание нашел, вокал чисто Элла Феджеральд, хулиганка со шрамом, дреды, по тем временам просто дико модная, танцует, такая вот африканочка-мулаточка. Девочка-мулаточка? Да, такая вот татарско-мулаточка, вот как, ну-ка, ну-ка, вот, очень специфическая такая девочка. Соответственно, другая должна быть золушкой-блондинкой. А вот, привез ее, Матвия в восторге от ее вокала, все, давай теперь еще блондинку искать. Три дня мы ищем блондинку, через три дня мне звонит Соня, которую я привез в Москву, который первый раз в Москве, говорит, Андрюш, я вас не смогу в группе работать. Я, в смысле? Она говорит, я познакомилась с молодым человеком, мне подарил Белый Мерседес, я выхожу за него замыш и не буду с вами работать. Я сказал, какая прелесть, Сонечка, поздравляю. И когда его на дверь говорю, Игорь, все, давай завязывайся с женщинами. Он говорит, вообще да. Деньги меняет, все. Вот так раз. А что, кстати, судьба ее какова? Судьба прекрасная. У нее дочка участвует, начиная от «Утренней звезды», и вот мама все, вот с кем она хотела стать, она вот вложила свою дочь, которая сейчас выступает, поет. Я, к сожалению, сейчас не назову ее фамилию, но она наверняка чего-то добивается в лице своей дочки. Вот это вот самое Соня, дай бог здоровья. Потому что, если бы она осталась, если бы нашли блодинку, то все, хана. Нас было бы пятеро, и непонятно, что было в дальнейшем. Непонятно, кстати, что было. Никто не знает, может быть, вырубанули. И первая наша песня была «Понимаешь, ты ушел тогда на зло, которое приспели, потом «Фабрика с корнями» и так далее. То есть, это была наша заглавная песня, дуэт мальчиков и девочек. Но она не прокатила, потому что не было скрыти. Тогда было бы группой «Вадушки» и «Алёдушки». Ты понимаешь, там был вариант, почему же, мы что же ориентировались, кто есть у нас на русской сцене. Тогда был дико моден дуэт «To Unlimited». Помнишь его конец 90-х? «To Unlimited». Ну, короче, модная группа, дуэт, мальчик с девочкой. Мы сначала хотели так сделать. Матрин сказал, это клево, конечно, но с вокальчиком тебе все-таки будет сложнее со своим вот так вот долбить. Вдруг Россию встать. Потом «С оф Бэйс», да, «Квартия двое на двое». Я говорю, зачем повторяться двое на двое людей? Да, ну зачем? Давайте, короче, вот этот весь день лежали на пляже, пили пиво и вот придумали. Тебя никогда не переманивали? Куда? Ну, не знаю, куда-нибудь, в какой-нибудь, ну, не знаю, в бойс-бенд или делать какую-нибудь. Нет, точно не переманивали. Меня приглашали не один раз в какие-то спектакли, принимать участие, антрепризы, сниматься в кино. Но вот это достаточно было и продолжается часто, физически невозможно. Я вот в одном моменте, о чем ты жалеешь? Я ни о чем не жалею, но чуть-чуть сожалею, когда мне позвонил Саша Стриженов и предложил мне сняться в кино от 180 и выше. Вот там, помните, играет у нас Тычкин и Ваня Ургант в главных ролях, комедия. На какой из этих ролей? На Ваню Ургант, он для меня писал практически этот сценарий. Я сказал, Саша, у меня вот в натуре вот этот там сентябрь у нас был битком, мы даже в Москве не были. Я говорю, у меня есть приятель Ваня Ургант. Может, и он говорит, а кто это? Ну, говорю, сын Андрея Урганта. Да ладно, он тогда не был вообще. Нет, нет, да. И вот как-то я так раз и все. А вот кто сделал карьеру Ивана Урганта. Вот открыли с карты. Я не считаю, что карьера, потому что дико-то ладли. Давайте скажем так, что в 97-м году мы приезжали в клуб «Планетарий», номер один клуб в Питере. Вот номер один клуб в Питере, вот как всячески у нас, я не знаю, там, Сибири, да? И, или дюралбар, вот, сравнение. И выступали там, и официантом у нас был Иван Ургант. Был. И наливал, или бармена, бармена, он мне наливал бухнуть там что-то. Я столько узнал все. Подрабатывал, Ваня, подрабатывал. Ваня, подрабатывал. Я не знаю, кто сидит за... Я тоже напомнил, я же не могу запомнить каждого официанта на каждой гастроли, понимаешь? Он говорит, напомнишь? Я такой, нет, конечно. Ты что, в натуре? Он работал официантом Иван Ургант. Там табличка, наверное, такая сейчас. Это что? Вип-стол, наверное. А вот ты можешь сравнить, допустим, Мадвенко с какими-нибудь нашими, действительно, такими продюсерами, которые сразу, когда ты произносишь слово продюсер, там Барри Альбасов, Юрий Айзеншпиц, я не знаю, кто... Да, у меня Барри Альбасов совершенно с другим образом. Ну, он собратель бэйсбэнда, на самом деле, конкурирующие силы, да. Да, у меня Барри Альбасов, вот сейчас, знаете, вот первое, что картинка у меня возникает, правильно, это фестивальный служебный вход в Сочи, концертный зал. Да. И я, десятилетний, стою со старшим братом около служебного входа и жду, когда выйдет Барри Альбасов, солист группы Интеграл, чтобы взять у него автограф. Да ты что, то есть ты его помнил еще рокером. Я фанатом был шоу-группа Инстаграм. Шоу-группа Интеграл, вот законченный фанатом. То есть у меня сейчас до старой моей квартирки в Сочи висят еще плакаты Интеграла с автографом Барика. Потом, когда я узнал, что он уже стал продюсером и сделал группу Нана, я немножко, конечно, зачаровался его в музыкальных вкусах и пристрастиях. Это говорит, это вот насчет бейс-бэнда, как она говорит. Нет, давайте, давай, мы можем это обсудить. Да, 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 как раз вот абсолютно верно, вы правы. То есть Нана это абсолютная эстрада, абсолютная эстрада. А вы? Это европейская поп-музыка. Ух ты. Не можно сказать попса, но я считаю, что Иванышки это вообще родоначальники в России поп-музыки. Мы начали совершенно другую музыку играть и показали россиянам, всем причем, благодаря нашим тучам и первому альбому, что к чему и что надо слушать.